Как защитить себя в опасной ситуации и какой предмет из сумочки может превратиться в оружие? Тренинги по женской самообороне становятся все популярнее. В Киеве бесплатные уроки для женщин проводит Федерация рукопашного боя Кравмага. А роль нападающих на себя применили те, кто привык защищать участники АТО. Парой приемов овладела и Тамара Каноненко. Вот так девушки отрабатывают удары. Инструкторы говорят, самая действенная тактика 3Г – глаза, горло и гениталии. Если целиться в эти точки, у противника не останется шансов. Учат здесь не только практики, но и теории с психологией. Самая главная задача семинара – не научить девочек приемчикам, а дать им понимание того, как мыслит преступник, как он будет на них нападать. И что главная их задача – не быть там, где на них нападают. То есть избежать конфликтов любой ценой. А если уже конфликты избежать не удалось, то единственный шанс у них появляется тогда, когда начинают сопротивляться. На урок самообороны Полина привела дочь. Считает, девочки подросткового возраста находятся в зоне риска. 13 лет – это такой момент, когда девочки уже начинают очень хорошо выглядеть. Понимаете? И выглядят намного старше, чем на самом деле ум и опыт, естественно, детский. Организаторы утверждают, урок самозащиты лишним не станет ни для кого. Мы всегда на женских семинарах очень замотивированы. То есть они приходят, чаще всего что-то уже было, какой-то инцидент в жизни случался. То есть жизненный опыт есть, их мотивировать лишний раз не надо. Они понимают, что это может произойти опять и тренируются. Но вы видите, они не жалеют ни себя, ни друг друга. В принципе, это очень полезно. Возможно, не столько физически мы за одно занятие тут сможем подготовиться, сколько просто понять, на что себя нацелить. Потому что мы – женщины слабый пол, и нам нужно быть подготовленными хотя бы морально. Среди инструкторов – участники АТО. Олег – военнослужащий нацгвардии. С детства занимается боевыми искусствами. Теперь учит самозащите других. Мне понравилось, что здесь обучают не так, как в спортивных боевых искусствах. Здесь все более реально. Все приспособлено к тому, как это происходит в жизни. Я начал заниматься, ходить на тренировки и понял, что надо помогать людям защитить себя. А сделать это можно при помощи самых простых вещей, которые есть в сумочке у каждой женщины. Например, ручка, ключи, лак для волос или брелок. Кульминация урока – так называемый стресс-тест, имитация реального нападения. 30 секунд на то, чтобы продемонстрировать все приобретенные навыки. Давай, хватай, Валерия! Дей, 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 больше удара! Больше удара! Как правило, они приходят за безопасностью, да, не хотят получить какое-то чувство безопасности. А я даю наоборот, чувство опасности. Потому что, когда ты начинаешь понимать, что живешь в опасном мире, уже становится чуть-чуть больше шансов на выживание. 13-летняя Мишель не пожалела, что поддалась на мамины уговоры и пришла на тренинг. Теперь она знает – предупрежден, значит вооружен. Довольна, что вынести можно, что лучше в такие ситуации не попадать просто. А если попадать, то я теперь знаю, что делать.